Милан Миланская команда К диспозиции 38-го тура Лучшие шансы у Торина и Пармы Торина на 6-й позиции 56 очков У Пармы 55 баллов Милан и Верона По-прежнему на попадание в эту самую Зону Лиги Европы Претендуют Но у них, конечно, шансы Слабее. Милану не только Нужно обыгрывать Сесоло Но и ждать осечек От соперников параллельно проходят Ну и улыбчивый, каким ему еще быть Эусебио Ди Франческо Главный тренер Сесоло Который всеми правдами и неправдами Спас эту команду От вылета в серию Б Завыл Сансиро Последняя игра сезона Для обеих команд Последняя возможность у Милана В этом сезоне Приподнять настроение Собственным фанатам Марио Балателли Как мы видим, все в порядке С настроением Одарил он, собственно, любовью Стефана Эль Шарави Ну, даже несмотря на Не попадание в старт и состав Марио все в порядке с настроением Наверное, потому что он попал В расширенный состав сборной Италии А могло ли быть иначе На чемпионат мира Чего не скажешь О Стефане Эль Шарави Но здесь все более или менее Предсказуемого Это тоже одна из тем Которую мы сегодня Обязательно обсудим По ходу матча А этот матч Никак начаться не может Я так понимаю, что Хотят арбитры Синхронизировать Начало всех матчей Уж во всяком случае Тех четырех матчей В которых решается судьба Еврокубковой путевки Поехали! Наконец! Милан Сосоло Стадион Сансиро 38-й тур Чемпионаты Италии Составы команд Начинаем с хозяев Милан В воротах крестьян Объятия Вот и первый удар Правда Не появился Перехват От Адилья Рами Сам защитник идет вперед По цене Продолжает атаку на Мунтари Слева открывается Констант Мунтари Гол! Рукоплескай Сансиро Маши ручками Милана Ну собственно И отнял мяч Мунтари А проигнорировал он Предложение Констант И сам решил пробить Все здорово Все по уму Вот так начало 1-0 1-0 Милану Дабы пробиться В Еврокубке Я напомню Еще раз Необходимо Не просто Обыграть сегодня Сосоула Ну кстати По возможности Неплохо было бы Обыграть его Еще и крупно В какой-то момент Может быть понадобится И большая разница Голов Но нужно Чтобы Парма И Торина Проиграли В своих матчах Ливорна И Ферентини Соответственно Если в случае С Торина Который играет Во Флоренции Это еще более-менее Как-то предполагать Можно То на Ливорна Конечно Надежд Минимум Да и не забываем Про Верон Который сзади Притаилась Если допустим И Ливорна И Ферентина Проиграют Но выиграет Верона То Здесь Милану Понадобится Разница забитых Мячей Едем дальше Сосоула Разыгрывает Стандартное положение Передача Штрафную площадку Ничего опасного Вот она Эта атака Но никто не успел Встретить Потому что Один из Защитников Отреагировал На рывок Константа Другой Запоздал Это был Паула Коновара Подготовленный Удар Идет И пока что Без голов И такой вариант Кстати Милан устраивает Передача На кака И это нарушение Правил Может быть Очень опасно Пускай даже нет Ни Хонды Ни Болотели В особенности Идущие игроки Имеются Чего только стоит Кака Может зарядить И Тарапт Ну или Например Монталива Если разыграть так Чтобы скатить Аккуратно Капитану Под удар Кака Очень подвижен Очень полезен Для миланской игры Вице-капитан Конечно Большая удача Что в этом сезоне Удалось вернуть Такую знаковую фигуру Это конечно Еще и подмога Для Раздевалки Де Йонг Наносит удар Рикошет 2-0 Найджел Де Йонг Знаете Есть у меня ощущение Что даже если бы И не было этого рикошета То быть бы голом И обратите внимание Что первым Кому Де Йонг Подбежал Отпраздновать гол Был тренер команды Тот самый тренер С которыми они Совсем недавно Еще Вместе за Милан Пылили Да чего уж там И за сборную Голландии Даже Рикошет От спины Дзадза От плеча даже Найджел Де Йонг Забил свой второй Метарап Всполняет подачу И Меч угодил В Дзакар Сасола Бежит в контратаку Бьюндини В серединке Есть партнер Пас проходит На Дзадзу Дзадза Ну-ка В конце концов Пас штрафную И пенальти Абсолютно справедливый Пенальти И красная карточка Потому как это Лишение Явной возможности Забить Валерий Верим Вот и Повалерий Три красные Карточки Мало чего Значит Матч 5 Италии Показал Да нет Ну Какие здесь Вопросы Да жалко Что это будет Дисквалификация Для Дешили Нету положения Вне игры И попадание В ногу Ага Беру свои слова Обратно Беру свои слова Обратно Извиняюсь Перед Дешильо И перед Поклонниками Милана Здесь была игра В мяч И уже после этого Чисто Абсолютно чисто Сыграл Дешильо Выбив мяч Из-под ноги Соперника А уже после этого Кто там Берарди Наверное был Берарди Влупил в ногу Самого Дешильо Я более того Скажу Это не то Чтобы не пенальти И не красная карточка Это еще и фол В сторону Воросе Сол Красную карточку Получает Дешильо Но Если бы он Попал в ногу Соперника А не в мяч Это было бы Конечно удаление Но здесь Просмотрел Здесь уже никаких Оправданий Как всегда Мучеливы Вот эти особые Которые вхожи В Судейскую бригаду И Дзадзе Все-таки Получает шанс Гол забить Сколько он уже Сегодня возможности Упустил Симон Дзадзе Забивает гол 2-1 2-1 2-1 Да нет Конечно никакого пенальти Вот такая разножка Элегантная Дзадзе Пауза